Прослушайте промо программы «Прямая речь». Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас посредством зума, ну, к сожалению, пока так, пока мы не преодолели пандемию, у нас на прямой связи доктор экономики, я думаю, хорошо известный нашим радиослушателям, Илья Герчиков у нас на прямой связи. Илья Замонович, добрый день. Добрый день. Давно вы не были у нас в эфире, может быть, тем ценнее будет сегодняшняя беседа. Есть возможность такой, ну, более такой, посмотреть на такой длительный период времени, который прошел, может быть, на весь этот год такой пандемийный. В середине марта исполнился год, вот как мы жили в такой напряженной, чрезвычайной ситуации. Вот многие считают, что в последний момент как-то правительство мобилизовалось, появились разные программы помощи, в том числе все предпринимателям, гранты на оборотные средства, там, пособия по простою и так далее, и так далее. Вот даже из уст премьера прозвучало такие невиданные раньше фразы о необходимости доиндустриализации Латвии и так далее. Даже вакцинация вот как-то вот заработала худо-бедно. Вот как вы все это оцениваете? Давайте попытаемся так вот по полочкам все это разложить. Ну что ж, год, в общем, дал возможность и посидеть дома, и подумать, и проанализировать в спокойной обстановке. И вот все-таки настало время, когда просто необходимо всем нам серьезно подумать, что же произошло за все 30 лет нашей независимости. Что произошло, чего мы достигли, к чему мы, в общем-то, пришли. Пандемия проявила как катализатор все негативы нашей жизни. Ну что же за 30 лет мы достигли? Значит, накануне-то 90-го года была перепись в 89-м году населения Латвии, и тогда числилось 2 миллиона 653 тысячи человек. Это абсолютно точная цифра, у меня есть данные переписи. У нас сегодня проживает 1 миллион 560 тысяч. Что же случилось за 30 лет, что мы потеряли 1 миллион 100 тысяч человек? Ну, чтобы не дискутировать с наиболее продвинутыми, 250 тысяч официально уехало военных и членовых семей. Это понятно, да. За 30 лет, как вы понимаете, умирало больше, чем рождалось. Но когда вы сложите там 250 тысяч, из умерших в празднице 250 тысяч, то все равно где-то пропало около 650 тысяч. Из них 350 тысяч, как я понимаю, уехало латышей. Остальные уехали других национальностей. На момент переписи 89-го года в Латвии проживало 1,5 миллиона латышей. Абсолютно точная данная. Сегодня проживает около 950 тысяч человек. Ну, что же достигли так называемые патриоты национального толка и так далее? Где же рост населения самой, скажем, титульной нации? Я уже не говорю о других, на которых им было глубоко наплевать, и даже была какая-то радость, чтобы они уменьшились. Почему мы говорим о людях? Да потому что это человеческий ресурс любой страны. Если ресурса человеческого нет, нет экономического базы. Мы лихо в начале 90-х годов разбомбили всю промышленность. Все попытки объяснить, что нельзя этого делать, что можно трансформировать действительно ненужные, крупные по 20 тысяч человек заводы. Но там же был такой ресурс. Только в одном ВЭФе работало 70 докторов наук по IT-программам. Мы сегодня нанимаем в IT людей из Белоруссии, с Украины. У нас их, по сути дела, нет. Было две школы IT в советское время. Это Минская школа, она осталась. Она экспортирует ежегодно около 2 миллиардов долларов. А Латвийская школа, которая считалась одной из лучших в те времена, в силу того, что я вам рассказал только о ВЭФе, а еще был коммутатор, Альфа, РЭС и другие заводы, мы их потеряли. На сегодняшний день у нас нет инженеров. Их нет и не может быть восстановлено в короткое время. Потому что за все эти годы мы разбомбили образование. Разбомбили, это даже мягко сказано. Мы перестали заниматься математикой, физикой, химией. В РТУ никто не идет на такие факультеты, и там свободные бюджетные места. Нам не нужны инженеры. Нам нужны психологи, неврологи, торговцы, кто хотите. Потому что все эти годы, такие как Кариньич, проповедовали следующее. Мы будем транзитной империей мира. Мы на таком географическом месте. Мы будем в Швейцарии по банкам. Но давайте вспомним по порядку. Что сделали? Транзит, у нас его уже не восстановить. Потому что на самом деле в географии мы тупик. Никто не нужен сюда заезжать, в Энсплс, чтобы отправлять куда-то дальше. Для этого у России уже появилась Усть-Луга, там еще какие-то порты, Мурманск и Североморской путь в силу климата восстановил свое действие или возобновил. Мы обречены в транзите. Да и вообще, если говорить в серьезе с точки зрения экономики, ну что дает стране транзит? Транзит дает только тем фирмам, которые перевозят. Само государство получает маленькие крохи. То есть всегда надо рассматривать промышленность или вообще бизнес с точки зрения, а что это дает конкретной стране, его, скажем, обществу. Ну что он дает? Ну транзит дает некоторую работу некоторым людям. Дает. Рабочие места, ну это мизер. Он дает какие-то отщепления бюджетных, прячут. В основном они базируются в разных других странах, где несопоставимое налогообложение. Мы об этом скажем чуть позже. Поэтому о транзите говорить как движущей силы и продвижением самой страны не очень-то приходится. У нас себатируется такой вопрос, все время без конца повторяет слово экспорт, экспорт, экспорт. Скажите, а с какой точки зрения так уже выгоден экспорт в стране? Когда все работает только на экспорт, это значит, что вы не платите ПВН, так как здесь не потребляется ваш продукт. Вы выводите ПВН, а нет, 21%. Зато вы заводите чужой товар. И там платите ПВН. И труд чей-то оплачиваете, прибыль, вместо того, чтобы пропагандировать увеличение потребления внутри страны, увеличение потребления своего производства. Мы все время говорим, ой, какое замечательное предприятие у нас построили, все выводится на экспорт. Ну, вывозите. Ну, вот построили конфетную фабрику под Венсфолсом. Ну, наняли там несколько десятков человек. И все это проходит мимо. Завозят сырье мимо, вывозят готовый продукт мимо. Что остается в стране? У нас давно исчезли экономисты. У нас вместо экономистов объявилось очень много экспертов, которые повторяют вот эти шаблонные фразы чужих стран. Мы страна, которая не заботится о своем бытие. Не заботится. Мы сам имеем тяжелую нагрузку на электричество. Уже надоело об этом говорить. Но Каинш один из отцов этого Коиза. Один из. Это ж додуматься надо. Это те годы, когда он был министром экономики, чтобы повесить вот это на бизнес, эту зеленую надбавку, и на жителей. Мало того, что они повесили, ни в одной стране это не сделали. Казалось бы, ну что там, переживем мы эту надбавку электричества. Не переживем. Сегодня это 30 с лишним процентов стоимости электричества. Но самое интересное даже не это. Дело в том, что они как генерацию повесили на ТЭЦ. Это вообще абсурд. Кто мог до этого додуматься? ТЭЦ в 6-7 месяцев в году не работает, не расходуется тепло. Вообще это обман народа от начала до конца. Но если на обмане строится государство, то результат должен быть такой, какой мы сегодня пожинаем. Мы проглотили очень много денег, которые Евросоюз выделял нам. Где-то больше около 8 миллиардов. Но они ушли в песок. Мы ничего не построили. Мы разворотили до дна медицину так, что ее уже не воссоздать. Что бы там ни пели, ни говорили, ее уже воссоздать невозможно. Потому что за вот эти годы надо было построить то, что говорил МВФ, то есть четырехзвенную систему медицины. Ее не сделали. И делать сегодня никто не собирается и не будет. Приходят управлять медициной и раньше, и сейчас совершенно некомпетентные люди. Я таких примеров вам приведу без конца. У нас сегодня говорят о том, что вы знаете, давайте будем делать индустриализацию. Ну, это просто, знаете, это издевательство в здравом смысле. И нельзя создать у нас. У нас нет базиса. То есть нет человеческих ресурсов. У нас нет компетенции. У нас нет нормальной среды. У нас бизнес-среды. У нас все вывозят. У нас предприятие уходит в Литву, в Эстонию, потому что там другое отношение к бизнесу. И здесь никого силком не затянут. Отдельно воссоздаваемые здесь предприятия, это то ли по личным связям, то ли еще, не знаю, по каким-то причинам. Но в основном здесь вывозят, а не завозят. И рассказы. И вообще-то никому не нужно. Скажите, пожалуйста, что мы сделали со всеми реформами? Мы их затоптали. Мы создали столько агентств. Мы создали столько блатных мест. Мы настолько много тратим на чиновников. Мы действительно имеем один успех, который не имеет ни одна страна в мире. Мы создали необыкновенный чиновничий класс. Да, уже класс. Это такая когорта людей, которая сама себе назначает зарплату. Хотя с логики когда-то мыслимо, что чиновник – это нанимаемый обществом какой-то менеджер, который должен работать за его зарплату. Они сами себе делают зарплату. Я вас... Они сами себе делают. Перебью. У нас нет никакой персональной ответственности. Вот подтверждение... Нас анархия. Она... Ее хотели определить замдиректора инспекции по здоровью. А что? Это у нас такая сынная должность? Или инспекции по здоровью могут руководить... Может руководить проштрафившийся чиновник? То есть логика какая? Может. Может. Вы знаете, может. Потому что я вам напомню недавнюю историю. Мы создали вид. Вид, который работает как палка. Или как слон посудной лавки. Никто им правиться не может. Я почему за него зацепил? 500 человек, как вы помните, несколько лет назад были официально объявлены, что они коррупционеры. 500 человек в одной организации. И они растворились. Их не дали наказать. Буквально сейчас министр финансов, в котором подчинение находится директор ВИДа, не может ей управить, чтобы наказать виновных людей. Вот это и есть то, о чем я говорю, что чиновничий класс управляет государством. Но в чиновничьем классе вы никогда не найдете виновного. Потому что они пишут исполнительный телефон, они ни за что не отвечают. Так как отсутствует персональная ответственность за персонально принимаемые решения, это просто абсурд. Государство находится в анархическом состоянии. У нас есть кабинет министров, но премьер-министр не является премьер-министром. Он занял свою позицию приблизительно, как сегодняшний президент. Он только какие-то сентяционные фразы выдает. Он ничего не решает, он ничего не организует. Это не похоже, например, на премьер-министр других стран. Я хочу главное сказать. Я понимаю, что это длинно и долго, я говорю, но я могу таких примеров привести много. У нас нет экономического базиса, у нас нет по этому экономики. Мы развалили образование, развалили медицину. Мы фактически ничего не имеем. А рассказывать бендерские рассказы могут без конца. Но почему это происходит? Я считаю, что та система, которая существует в Латвии, себя изжила, она не подходит ни по времени, ни по обстоятельствам. Что это за система? Я считаю, что надо менять статворство. Надо отделить исполнительную систему от законодательной. У нас это все слилось в одно, в одном экстазе, и они управляют, приходят, собираются несколько человек, в стайку сбиваются, создают партию, обещают золотые горы, люди развешивают уши. Я сразу хочу сказать, что я не виню только их, я виню народ. Люди, которые выбирают, ответственны за это. Так как они безразличны, ну что ж, ну что делать? Каждый народ достоин своих правителей. Это давным-давно сказано, это так и есть. Но я полагаю, что нужно было, во-первых, сегодня, где у нас нет столько людей, и не живет столько народу в стране, давайте сделаем 70 депутатов, давайте сделаем наполовину мажоритарно, наполовину партийных списков, давайте сделаем доконы, в которых нельзя перескочить из одной партии в другую, не понравилось, перебежал, сбился, или засланных казачков туда выбирает, чтобы потом сделать коалицию. Никаких коалиций. Должны быть так, как это сделано везде, парламент занимается законотворчеством. А вот не надо нам, надо по опыту Америки, не надо, как у нас, премьера и президента. Президент должен быть общенародным голосованием выбран, он должен играть роль премьера-министра, он должен назначать технический кабинет, каждый министр должен четко написать свою программу, а главное, мы должны иметь возможность, если депутат наобещал, не выполняет обязательства, стоимость его голосов, собрали подписи и забрали депутатский мандат. Выборы не должны быть таковыми, как сегодня, что один ушел по списку следующих, которые вообще не выбирали персонально, а надо так, положил мандат, в этом округе по-новому делаются выборы. Если мы это сделаем, у нас начнется более ответственность. Наш чиновник, сегодня, государственное управление, я уже писал это несколько лет назад, занимают из бюджета 45% стоимости, то есть 45% бюджетных поступлений уходит на управление государством. Туда входит все, и пожарники, и полиция, несколько полиций у нас, я не знаю, сколько их надо, я не знаю, сколько нужно, столько чиновников, конечно, их столько не надо. Ну, давайте для примера. Эстония уже по численности почти как мы, но у них 2,5 или 2300 человек работают в такой мощном аппарате, как у нас. У нас столько много организаций, которые поедают безумное количество денег. Например, вообще это не нужная никому организация ЛИА, абсолютно никому. Там, понимаете, по блату работают люди во всех разных странах, она стоит государству, ничего не произнося, ничего не делая, ничего не анализируя, 80 миллионов в год, если не больше сейчас. Кто там работает? Я уже сказал, по блату, по знакомству, партийные, пардон, выкидыши, кто там только не устроен, но они ничего не делают бизнесу, а ничего не делают экономики. Таких агентств у нас полным-полно. Если их собрать, я насчитал 300 миллионов евро. Вы понимаете, что мы бы давно содержали медицину, мы бы содержали образование, но мы ничего этого не сделаем, потому что эти агентства создаются только для регулировки потока в день. Вы можете себе представить, что когда сейчас раздаются налево-направо бесконтрольно. Миллиарды сколько уходит ручейков налево. Это сегодня рай для этих людей. Они и приходят на выборы получить где-то хлебное место и им платят за это. Они продвигают, лоббируют какие-то чьи-то интересы, но не общество, не людей. Это поэтому я не хочу сказать, что все в черных красках. Но давайте посмотрим на жизнь. Полтора раза средняя зарплата в Эстонии выше, чем у нас. А почему? Почему последние предприятия искупили литовцы и эстонцы, россияне? А почему? У нас не осталось латвийских предприятий. У нас несколько их штук. Это просто зависит чисто от персонали. Держит Липман еще Гриндекс, потому что он такой способный, талантливый человек. Вы себе не представляете, что надо пережить, когда отбирают бизнес. Отбирают в полном смысле этого слова. Рейдерство здесь через органы управления. У нас депутаты, они пришли в 90-м году, многие, и они уже на пенсию, два раза пенсию получили. Мы что-нибудь с ними сделали? Никогда. Не поменяем сатурс, не изменим ситуацию. Ну, чем это кончится, я вам могу сказать. У нас проживает в Риге и вокруг Риги, не так в радиусе Огры, Олайны, порядка 800 тысяч человек. Всего числилось полтора миллиона осталось. Мойте распределить на остальных. Мы таем. Мы уже не можем обслужить свою землю, леса. Мы отдали шведам на вырубку огромные гектары земель. Они написали, да, мы вам все восстановим. Посадили маленькие елочки. Отчитался департамент, что у нас все в порядке с лесом. Нас вырубят, нас вылезут, нам сюда завезут потихоньку, и нас произойдет, точно происходит во всех странах мира, где не дееспособный народ. Это зависит от народа, от нас с вами, ни от кого другого. За 30 лет на нас никто не напал. Мы все кричали, что есть кругом враги, но в основном один враг, но он не напал и нападет. У нас внутренних врагов объявили очень много. У нас сегодня система, если вы критикуете, то вы получите по полной программе, как у Лукашенко или как в России. Если вы сомневаетесь, пока это трогает только одних русскоязычных. Но я вас уверяю, как только какой-нибудь латыш выступит, не понравившись своему, так сказать, верху, то получит то же самое. Это не надо быть наивным. Все будет так, потому что власть защищает свою власть. Это известно. И она добровольно ее не отдаст. Есть возможность только одним способом. Это через референдум извинить сатверсмой и избавиться от этого паразитарного класса. Вот основное, что я хотел сказать. А дальше вы понимаете, что сама эпидемия все это проявила, все это показала и доказала, что именно так, как я сейчас рассказываю. Хорошо. Вот если мы все-таки говорим на перспективу, понятно, что будут большие проблемы вот эту деиндустриализацию провести. Но можно ли сказать, что вообще ничего невозможно? Ведь мы можем хоть какое-то производство открыть? Мы видим тот же Венспирс, но отдельные небольшие какие-то производства открывают. Все можно. Только для этого нужна платформа. Вы понимаете, вы когда что-то делаете на компьютере, вы сначала делаете платформу. И только на этой платформе строите все. Так и в жизни. Чтобы сделать, нужно, во-первых, четко и ясно избавиться от насилия чиновников. Второе, это уменьшить налогообложение на рабочую силу. Все это перечислено десятки раз. И создать действительно реальный привлекательный базу. Кто это будет делать? Вот я вам задаю вопрос. Мы готовы. Я тоже готов и буду обязательно восстанавливать производство. Но не потому, а вопреки. А вопреки. Потому что мне никто не поможет, мне будут только мешать. Когда поменяется ситуация и бизнес не будет изгоем, когда слово бизнесмен не будет отрицательным, то тогда у нас все возможно. Конечно, не сразу. Но чтобы сделать индустриализацию, это в маленькой стране без человеческих ресурсов образовательных практически в ближайшее время невозможно. Надо быть реалистами. Здесь обслуга может быть. Приезжайте на курорт, приезжайте в гостиницу. но так и хотели. Но если нравится быть услугами, то я вам хочу сказать, что валовый продукт, это придуманный валовый продукт на душ население, куда включают торговлю и услуги. Это не валовый продукт. Валовый продукт только один. Это когда вы делаете плюс добавочную стоимость. Нет этого, это не валовый. Да, что касается вакцинации, ну, как мы знаем, Латвия занимает одно из таких последних мест по темпам вакцинации. Вот что здесь вообще делать? У нас же есть примеры в мире. Израиль, Великобритания, которые уже фактически добились коллективного иммунитета. Ну, почти. два момента надо не забывать. Первое, в Израиле есть управляемое правительство и дисциплинированный народ, как один. Мы общество не построим. У нас общество раздраено как минимум на 2-3 части. Мы продолжаем его рыть овраги между обществами, и поэтому здесь что-нибудь в дисциплинарном порядке сделать очень затруднено. Но вот тем не менее я хочу сказать, что надо еще иметь здравый мысль правительству. Но у нас это было пущено самотек. Поэтому сейчас об этом говорить просто невозможно. На самотек, потому что никто не знал, кому поручили, кто отвечает за заказ вакцины. Это же видно было. Никто не знает, кто заказал, кому заказали, когда прибудет, какие лучше, какие хуже. У нас сразу понятно, что это анархия. Это подтверждает анархическое состояние в стране. Справить конечно можно. Надо это же вообще додуматься. Надо создать какое-то никому ненужное бюро. Дать неадекватные зарплаты. Это можно быть только сумасшедшим, кто это сделал. Да, сейчас сами медики говорят, зачем нам это бюро? Есть национальные службы здоровья, есть семейные врачи, у которых заключены договора. зачем нам эти послойки? понимаете, тут одна проблема. Если в каждом государстве за это все-таки кто принимал решение несет персональную ответственность, то скажите, а кто у нас это принял решение? Кто за это понес ответственность? Нам с вами это не надо. Да, не надо. Вот еще может быть говоря о ситуации, что касается вот этой кризисной помощи, кто-то может сказать, что вы понимаете, ну Латвия же не Германия, у нее нет такой возможности в таком объеме помогать предпринимателям из-за этих всех ограничений, наемным работникам, но вот сколько могли, столько помогли. Понимаете, здесь только дали много денег, которые можно с толком использовать, но я вас уверяю, что деньги это текут такими ручьями, мы даже не знаем куда они текут, кому дают, кому не дают, какова логика принимаемых решений. И я думаю, здесь столько много утечек налево, как говорят, что даже сомневаться в этом не приходится. Но давайте так, ну почему, например, в парикмахерской можно открыться, а салону красоты нельзя открыть? Ну какова здесь логика? Ну почему магазин на улице можно открыться, а в торговом центре нельзя открыться? Ну тут столько антилогических поступков, что создается впечатление, что у нас работает, ну уже об этом пишут и говорят, что работают какие-то клоу. Ну похоже на это. Логики нет, смысла нет, но кто это делает? Мы даже не знаем, кто это принимает. Понимаете, все обезличено. Вот пока у нас будет обезличка и не будет восстановлена персональная ответственность каждого на каждом рабочем месте, чиновничем, министерском, премьерском, каком хотите, пока не восстановят персональную ответственность, мы ничего не сделаем. Ничего. Во всех странах мира есть персональная. Зато мы наблюдаем привычную картину, которая, к сожалению, каждый раз одно и то же такое дежавю в Латвии, ну незадолго до выборов, сейчас до выборов все им остается уже менее полутора лет, начинается вот это гуляние политиков из одной партии в другую, вот всего вчера вечером пришло сообщение, что министр экономики, который представлял КПВ и ЛВ, видимо, уже понял, что КПВ и ЛВ уходит в историю и быстренько перешел стал националом. Да, но хуже сейчас идут в ускоренном виде разборки, так как дубинки в руках властей, они разбираются своими прежними, скажем, конкурентами, с будущими конкурентами, вытаскиваются какие-то старые дела, по-новому их рассматриваются, но они опасаются, что пройдут власти, ну далеко за премьером ходить не будем, боятся прихода власти Шлессерса быстренько возбуждает какие-то дела, конечно, Шлессерс, с моей точки зрения, большой конкурент нынешний, он умеет мыслить масштабно, он более организованный и, конечно, рассчитается за то, что делали ему сейчас. Эти разборки только и делаются, одни приходят, разбираются с другими, следующие, ну если не поладят, но деньги очень тяжело поладить, поэтому бесконечные разборки, ну как это у Панэди Руц, у Холопов, чубы трещат, это как раз у нас. Да, вот мы уже заговорили о политике, о Шлессерсе, вы вообще верите в новые политические силы, ну мы можем прогнозировать, что как минимум четыре новых политических сил, ну кто-то может сказать, что это относительно новые, но как минимум четыре новые партии появятся, которые будут претендовать на попадание в парламент. Они будут, они пройдут, они будут делать все то же самое, что эти делают, никто ничего лучшего сделать не сможет, потому что пока существует эта система коалиции, вы ничего не сделаете. Они будут делить портфели, то есть делить деньги. Пока все это будет, вы можете избираться, доизбираться, переизбираться, любое слово от этого корня толком не пойдет. в общем, по Крылову, по басне Крылова. Как вы не садитесь, музыканты не годитесь. Они не будут ничего делать для страны. Это псевдопатриоты, псевдонационалы, они управляют 30 лет, они разорили, растворили страну. Знаете, вот напрашивается такое предложение, вот сейчас музей оккупации делает, пристраивает корпус. Вот я бы такое предложил, достроить пантеон, в котором поместить от первого премьера до последнего акте-биографии, которые управляли всех этих партий, что они сделали, что получили, пока мы еще живы, пока можем точно зафиксировать факты. Потому что через 30 лет от этой страны останется едва ли меньше миллиона человек. Да, вот что касается того, как мы дальше действительно будем жить, это тоже такой вопрос, отнюдь не философский, ведь очевидно, что те вот там кредиты, перегитывания, там продажи облигаций, госзайма, которые сейчас происходят, чтобы получить эти деньги и влить их в экономику, и потом это все придется отдавать. Не будет ли это так, что опять нас ждет какая-то налоговая реформа новая, опять увеличение налогов и так далее? Или вы не верите в этот сценарий? Нет, я верю в этот сценарий, только в этот и верю. Потому что мы сегодня платим сотни миллионов по обслуживанию кредитов, сотни, мы с каждым годом будем эти сотни увеличивать и увеличивать и платить, потому что сегодняшние, понимаете, такое впечатление, что люди временщики, они пришли, будут, отхватят свой кусок и уйдут, что будет завтра им все равно? Конечно, вы же должны платить за кредит, эти проценты будут расти, 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 пока вы не приблизитесь к дефолту и вам что-то спишут. на это надо минимум 20 лет, а так надо платить. А вообще это удивительное дело, вот сколько мы об этом заговорили, это же надо разорить собственную финансовую систему, о каком вообще можно говорить бизнесе в Латвии, если здесь невозможно кредитоваться, невозможно с 2008 года. Если напомнить историю, то вы помните, когда разразился банковский кризис на Кипре и отобрали у россиян 500 миллиардов, был международный скандал, и тогда решили, а где, какая страна может делать трансферы неизвестного происхождения денег. Долго выбирали и решили это сделать в Латвии. Это было официально подача американцев, разрешено, дана отмашка, и банки занялись этими трансферами. Они получали в день десятки миллионов доходов. Им не надо было заниматься кредитованием, они ничем не интересовались, у них пухли деньги, прибыли, и какие огромные прибыли имели банки. И много что шло в бюджет. Но все радовались, мы Швейцария, да, Швейцария, но точно так же, если вы вспомните, все эти хлопали в ладоши, когда сказали, да, это надо прекратить, надо запретить, и запретили, но определенные банки, которых не та национальность. А другие банки, они получили куда больше негатива, прогнали куда больше сотен миллиардов неправедных денег, но там банки не закрыли. банки, кто же их закроет европейские банки. И после этого уже банки, вы нигде ничего не можете сделать. Ведь без кредитования определенной отрасли существовать не могут. Поэтому мы закрыли больше ста тысяч предприятий за несколько лет. Причем, ну, хорошо, 20% там было пустышно, но остальные просто государство разорило. Силу того, что государство своих функций не выполняло. Мы сегодня никто не можем открыть счет, мы не можем сюда перегнать деньги, мы не можем работать с инвесторами. Это все болтовня, которую они несут. На самом деле внизу делать ничего нельзя. От страха, испугу и по неумению. Хуже того, мы делали это целенаправленно, начиная с Домбровского, с истории успеха, мы выгнали свои собственные государственные банки, закрыли их. хипотеку, земельбанк, сбербанк, и люди, сбербанк, который мог помогать, он больше не мог. Тогда открылись быстрые кредиты, это же была целенаправленная жизнь, целенаправленная работа, так же, как закрыть хипотеку, земельбанк, продать последний пары из банка государственных, и вы больше не способны работать. Это выдумка, так называемая, это свободный капитализм. Да, для кого-то, но не для нас. мы рабы. Если нам определили рабское место, то у нас сейчас все отобрали, мы ничего не можем делать, и мы теперь, ну вот, сколько вы сможете заработать, нам дают деньги, чтобы мы покупали. Больше ни на что мы не способны. Поэтому восстановить я в это не верю. Да, вот вы уже сами в принципе ответили на следующий вопрос, вы говорите о проблемах с получением кредита, но я так понимаю, сейчас предприниматели рады, счастливы на седьмом небе находятся, если вообще удается открыть счет, особенно если им уже в каком-то банке закрыли, и уже тут не о кредитах они думают, а о том, как они вообще смогут легально работать, платить те же налоги государству через латвийские банки. Нет, они уже не могут, многие не могут, многие совершенно честные люди, которых я лично знаю, жаловались на то, что они не в состоянии, просто не в состоянии даже получить и заключать договора, исполнять договора, то есть перегонять деньги, платить, получать невозможно. И вообще, сегодня, например, филиалы шведских банков без решения матерного банка ничего не решают. мы остановили систему жизни. И в этом виновно правительство. Мы вообще с самого начала 2008-го кризиса, когда поется в песне, все делали не так, как поет Лайма Вайкова. Не так мы делали. Мы сделали внутреннюю девальвацию благодаря Домборовскому, потому что это было безобразие. Мы закрыли экспорт. Мы просто его закрыли. А поляки не слушали Европейский Союз и сделали внешнюю девальвацию и живут и продолжают хорошо жить. Мы нет. Мы сделали, разорили людей. Вот как я уже вам сказал, мы разорили людей. Мы создали, ну где взять 200 евро срочно человеку? Он идет, ему надо 500% платить. Сейчас чуть меньше, но раньше так было. Скажите, мы создали для жителей что-либо? Нет. Мы работаем для жителей? Нет. Мы сделаем только отдельными звеньями кучек интересов. Пока это существует, мы ничего не сделаем. Но чтобы это разрушить, вот я и предлагаю, надо менять систему. Не поменяем, ну что здесь может поменяться? Ну придет другой, третий. Но он захотел, господин Немира, с моей точки зрения, совершенно толково и поддавал предложение, но его быстро выперли. Не попал в систему. Может быть, такой последний вопрос вот в завершении нашей беседы, так, чтобы, ну не знаю, какие-то там оптимистические нотки. Все-таки, может быть, вот этот кризис, ну при всех этих ужасах пандемийных, ну все-таки каким-то образом, не знаю, научит и заставит нашей власти работать по-другому. Я почему такой вопрос задаю, ведь мы же помним, что наши власти были, или наша правящая коалиция была буквально поборниками вот этой, как они говорили, фискальной дисциплины из серии никому ничего, да, и все-таки они смогли как-то наступить на голову собственной песни и хоть какие-то выплаты делать на то, чтобы там бизнес окончательно не загнулся. Но вот, может быть, это каким-то образом изменит их философию, или вы не очень в этом плане оптимист? Нет, в этих людей я абсолютно не верю, они совершенно другой формации, другого подхода, эти люди живут лично для себя, они ничего не будут делать, а то, что я думаю, я не такой уже пессимист, как вам кажется, я на самом деле знаю очень большую массу людей, я с ними сталкивался, я им читал лекции, меня приглашало много малого бизнеса, и мы с ними общались, я видел нормальные живые глаза людей, я полагаю, что моя передача была направлена для них, чтобы они понимали, что на самом деле происходит, и что дело рук утопающих в руках самих утопающих, кроме них никто никому не поможет. Да, ну что ж, может быть, это и философская мысль, она такая очень жизненная. Илья Герчиков у нас был в прямом эфире, и в завершении я могу только выразить надежду, что вы тоже вернетесь к своему любимому делу, и я думаю, что и ту продукцию, которая все знали и любили, по крайней мере, несколько поколений латвийцев, мы сейчас не говорим даже о других странах, все-таки начнете выпускать. Спасибо. Спасибо. И Агерчиков у нас был в прямом эфире, доктор экономики, большое спасибо. И Агерчиков, Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...